Марина Вячеславовна Акимовна. Тима доклада «Изберение силы синтактических связей. История вашей семьи». Был такой такой перспективный. И я вынуждена повторяться. Я делаю большой доклад по истории изучения русского стихотворного синтеза. То есть он начал пробовать через две доклады. И на основании большого одного доклада, который многие из присутствующих слушают, я написала две статьи, но поскольку эти две статьи не опубликованы, то я позволила себе сделать еще раз обзор. В последнее время сложилось целое направление в изучении русского стихотворного синтеза, истоки которого восходят открытие 20-х годов. Взаимодействие синтаксической структуры строки и ритма стиха в это время получает систематическое наблюдение и статистическое описание. Едва ли не первым, кто решил подвергнуть математической проверке ощущение того, что синтаксис как-то учитывается при построении стиха, был Борис Исакович Верхов. В неопубликованной своей диссертации «Рифмовая проза. Грамм Храцвиты» Ерхо понадобилось исследовать синтаксические условия выделения рифмованных полонов. Эти латинские драмы по представлениям того времени были написаны прозой. Распарх, например, считал, что это такой рифмовый стих, который похож на русский райошный стих, потому что проза – это вся сплошь прорифмованную. Вот Ерхо обнаружил, что большинство рифм оказывается на концах периодов или самостоятельных предложений. Собственно, его классификацию различного рода связей, которые образуются в конце этих рифмованных отрезков у Храцвита, вы можете видеть сейчас на экране. Он выделил довольно много различных категорий пауз, как он это называл, и он настаивал на том, что там действительно находились на рифме паузы, то есть акустически какой-то перерыв был в произнесении этого текста. Ну вот, значит, первые три вида он особенно тщательно дальше изучал, вот один, два и три, потому что остальные виды охватывали, по его подсчетам, довольно мало случаев, да, относительно мало. Но тем не менее он выделил вот три основных, плюс еще 14, как вы видите, категорий пауз. Они здесь все перечислены, ну, не все, потому что некоторые незначительные, некоторые являются комбинацией каких-то еще, поэтому я здесь перечислены основные. Вот. К сожалению, нет времени, чтобы как-то интерпретировать и рассказывать, как это все вверху помогло изучать ритмику храцвитянской прозы, но важно здесь то, что он находит зависимость между ритмой и силой паузы, которая вот у него совпадает со значенными высшесинтапсическими категориями. Вот. Оказалось, что... Вот здесь я подробнее остановлюсь на том, как Яхо именно измерял силу этой паузы. Он видит, что у храцвиты довольно часто конец реплики совпадает с концом синтапсического какого-то целого, и также там бывает в конце реплики рифма. Вот. Он предполагает, что значит конец реплики – это наиболее сильная пауза. Вот. Яхо выяснил, что храцвита предпочитает такие замкнутые строфы, то есть конец рифменного ряда совпадает с концом какого-то синтапсического периода. Дальше Яхо классифицирует паузы, да, дальше, да, выделяет в каждом типе финальные паузы, то есть те, которые завершают строфу, и поэтому они более сильные, и медиальные паузы, находящиеся внутри строфы, и поэтому более слабые. Вот подсчет количества всех этих видов паузы показал способность того или иного вида замыкать строфу, как пишет Яхо. Оказалось, что, цитирую, эта способность в наибольшей степени присуща наиболее сильным паузам. Затем следуют другие логические паузы, вот типа 1 и 2. А с другой стороны, логические паузы, то есть синтоксические, особенно сильнейшие, реже попадаются в середине строфы. Иными словами, среди синтоксических пауз больше финальных, а среди интенсионных, то есть таких, которые находятся внутри предложения, больше медиальных, то есть они попадают внутрь этой самой строфы. Можно заключить, рассуждает Яхо, что в этих драмах способность замыкать строфу прямо на релятивно силе пауз. То есть интенсионные паузы значительно слабее самых слабых логических, то есть синтоксических. В выводах своих Яхо еще раз разделяет паузы по интенсивности, опираясь на статистику. К сильным паузам и, соответственно, самым слабым синтоксическим связям он относит те, большинство которых являются финальными. Вот тип 1. К средним паузам и к средним по силе связям, те, среди которых 30-40% финальных. Это тип 2. И к слабым паузам и, соответственно, сильным связям относятся те, среди которых менее 10% финальных. Значит, Яхо обнаружил прямую зависимость между теснотой синтоксической связи и частотой ее появления на границе рифмованных колонов. Это одно из важнейших открытий Яхо в области поэтического синтоксиса. И эта закономерность далее была им проверена и подтверждена на материале русского народного и классического стиха. Для этой работы Яхо ввел классификацию, похожую на ту, что сейчас вы видите на экране. Там было 13 видов клауду, при этом 10 основных. Вот можно посмотреть эту классификацию. Она осталась в рукописи предварительных исследований по русскому стихотворному синтоксису. Собственно, вот здесь связи располагаются по степени интенсивности силы паузы. Значит, тип 1 – это наиболее слабая пауза, да, и... Ну, правда, здесь не совсем до конца, да. Вот. И сильнейшей паузой Яхо считал паузы между вот типа 8, а 9 и 10 – это уже такие добавочные типы, которые он считал необходимым выделить. Дальше. Вот это все конец 20-х годов. Дальше Яхо пишет методологию точного литературы видения. Начал он в 35-м году, закончил в 42-м. И там он пересказал суть и результаты этого именно исследования неопубликованного и свел вот эти многочисленные категории паузы к пяти видам. Вот к этим. Может, сделать больше масштаб? Может быть. Вид, масштаб 120%? Вот так, да? Да, да. Три А, Три В, Три В, да? Я думаю, что если погасить свет, то будет гораздо более. Можно, например, вам ваш заклад, пожалуйста? Ну, у меня здесь, да, все. А кто умеет свет у нас? А вот там, по-моему, нет? Это не то, да? Нет. Светилин, че вы... Извините, по-моему, ничего? Не вырублю ли я сейчас компьютер? В смысле, кто... Да. Вода технически более грамотная, чем я. Жмите. Ну, жмите, а вот сейчас отрубится, все. Это более простая классификация, и она уже известная благодаря тому, что Гаспаров ее перепечатывал несколько раз. Вот, и к тому же методология издана. Вот этот вывод, сделанный Герхо, да, о том, что частота паузы пропорциональна ее силе, подтверждается позднейшими исследованиями, в том числе исследованиями Михаила Леоновича Гаспарова, и тем самым она приобретает статус стиховической универсалии. В конце 20-х годов Герхо начал еще одно исследование в Гахо со своими учениками. Оно было посвящено частушкам немецким, испанским и русским, то есть аналогу, да, русских частушек в Германии и в Испании, вот. И какая-то часть этого исследования затрагивала также синтаксис частушек. Там мы тоже можем найти некоторую классификацию синтактических связей, которые отличаются от уже нами вот виденных. Что там Герхо интересовало? Ну, частушки очень часто рифмуются по схеме ААББ, реже бывает перекрестная рифмовка. Вот ученый хотел понять, насколько изолированы половинки частушек типа ААББ. И существуют ли какие-либо структурные отличия между половиной частушек АА, да, внутри этой половины, и целой двухстрочной частушкой, например, АА. Вот, а также отличается ли синтаксис вот двустрочая от синтаксиса же двустрочая той частушки, если у нас всего четыре строки, да, вот, понимаете, отличается ли чем-то синтаксис частушки АА, да, от двухстрочной частушки АА, если мы имеем четырехстише, да, в парной рифмовке ААББ. Вот, ему нужно было понять, насколько тесно связываются между собой, значит, половинки частушек, затем четвертинки частушек. И поскольку там между половинками связь часто бывает слабая, то он специально для этой работы разработал более подробную классификацию именно слабых связей. Вот, посмотрим, она довольно подробная, поэтому я не смогу ее просто как-то зачитывать. Важно здесь то, что вот множество различных подвидов, вот она не влезает все сюда, это только начало ее. Вот, множество подвидов он свел, опять же, к пяти типам, но это не те пять типов, которые были в методологии, потому что здесь больше слабых связей. Вот, условно эти типы он обозначил вот этими буквами, которые в начале рифских цифр, то есть А.Б. Это как бы между предложениями. А двоеточие Б. Внутри какого-то сложного предложения. Дальше условное обозначение есть А,Б. Б, да, понятно, А,Б без знака припинания, когда половинки составляют одно предложение. Можно дальше посмотреть. Вот, А,Б и просто А,Б не уехал в городочек на весь кругленький годочек. И А,Б в скобках, когда половинки очень тесно связаны, так что ни одна без другой не может существовать. Вот, и так, Ерхо выделил здесь категории по чисто синтаксическому принципу, исходя из особенностей изучаемого материала. Дальше имеет смысл рассказать о том, как он поступал с этим статистически. Он подсчитывал количество разных связей между половинками или четвертинками частушек. Затем умножал полученные цифры на условные коэффициенты каждого вида связи. То есть он этим связям, вот, пяти видам, присудил коэффициенты. Они там тоже обозначены. Ну, самая слабая связь была, значит, обозначена коэффициентом ноль, а самая сильная – коэффициентом четыре. Вот он количество видов связи делил, значит, умножал на эти самые условные коэффициенты, затем произведение складывал и общую сумму делил на количество обследованных слов. Это позволило ему вывести средний коэффициент синтаксической связанности между строками. Ну, его вывод был такой. Ему нужно было еще сравнить синтаксис с другими уровнями поэтики. И он открыл, что в частушках действует компенсационный закон. При уменьшении рифмовой связи увеличивается связь стилистическая и синтаксическая. А здесь есть обратная закономерность. Если строки связаны рифмой, то они не связаны с синтаксисом, а наоборот. Итак, вот эти исследования Ерхо отделяются от статей Гаспарова по синтаксису десятками лет. Но все-таки можно утверждать, что работы Гаспарова опираются непосредственно на достижение Ерхо. Он этого и не скрывал. Первая здесь важная работа Гаспарова – это ритм и синтаксис происхождения Лесенки Маяковского. Значит, начало названия отсылает к знаменитой работе Брика «Ритм и синтаксис». Однако здесь он опирается именно на Ерхо. Ну, посмотрим вкратце, какие выделялись типы связей Гаспарова. Вот, он поступает точно так же. Но сначала он выделил шесть вот таких вот типов, которые вам, наверное, известны. Но в той же самой статье он счел возможным распространить эти шесть типов. То есть, например, тип А между предложениями охватывает разные подвиды, как вы можете видеть. Тип Б – там между группами подлежащего исказуемого. Там тоже есть свои варианты. И таким образом вот у Гаспарова почти 20 связей уже в статье 81 года было намечено. Дальше следует статья 84 года. Ритмические слова и ритмико-синтаксические клише. Там нужно было ему изучать вообще именно фигурацию, да, клишированность стихотворного языка. И типы связей были тоже приспособлены вот для этой цели. Здесь вот такие вы видите виды. Вот, то есть это некоторые виды изменения той классификации. И в то же время упрощения, поскольку здесь все-таки связей меньше, чем в работе о Лесенке Маяковского. Дальше статья 86 года. Она интересна. Некоторые виды изменения еще. Вот, и здесь мы видим 10 связей, которые вот с этой даты, с 86 года, считаются таким классическим набором для изучения тесноты связей. Да, в русском классическом стихе. Вот, и эта классификация использовалась далее в работах и Михаил Леоныча Гаспарова, и Татьяны Владимировны Скулачевой. Вот, но интересно эта статья 86 года тем, что, в частности, именно в классификации связей Гаспаров опирался не только на Лесенке, но и на Брика. И в этой статье есть ссылки на Брика и цитаты из него. В частности, Брик в своей известной работе «Ритмы и синтаксис», а также в «Черновиках», в общем, выделил все те же типы связей, что и Гаспаров здесь, в этой работе. А две, значит, связи Бриковских и Гаспаров выбросил, потому что для него они были неважны, слишком мало-мало охватывали случаев. Вот, вот, в более поздней работе Гаспарова и Скулачевой по синтаксису двух словий вы видите уже не 10, а 7 связей. Ну, то есть, это все нужно для конкретных целей, соответственно, количество связей становилось больше или меньше. Вот, Татьяна Владимировна в своей диссертации выделила разные также типы связей. Вот, они перекликались с тем, что до того делал Гаспаров. Но при этом Татьяна Владимировна опирается на работу по английскому, значит, стихотворному синтаксису. Вот, и говорит, что она берет оттуда именно эту классификацию. Выскочила у меня из главы фамилия Смирницкий, да. Смирницкий, да, в своей... Смирницкий, да, в синтаксисе с английского языка, она попросила вообще к стиховению ничего, я не знала ничего про него, просто начальника, потому что это место будет чистым лингвистом. Да, у меня осталась одна минута. Дальше есть работа, просто ее упомяну, 1993 года тоже здесь необходимо учесть, да, Гаспаров-Скулачевой ритм и синтаксис свободную стихию. Некоторые вариации классификации. И самое последнее, что я успею сказать, это работа Гаспарова по синтаксису пушкинского шестистопного ямба, где мы видим опять большое количество связей выделено, да, здесь целых 20 связей. Вот, это наиболее дробная из классификаций Михаила Леоновича. Вот, и, конечно, следующим большим достижением теоретической и, ну, практической такой мысли стиховической является работа Максима Леича Шапира о ритме синтаксисе Ломоносовской оды, 99-й год, который, как известно, расширил вот эту классификацию Гаспаровскую до количества 23, вот, 23 типов связей. При этом какие-то, да, типы связей объединялись в одну категорию и, наоборот, есть такие случаи, что какое-то место у Гаспарова более дробно представлено, а у Шапира, наоборот, некоторые связи, да, сведены в один тип. Видимо, больше ничего не успею сказать, но до, вот, с этого, с конца 20-х годов и вот до конца 20-го века в таких статистических исследованиях по стихотворному синтаксису не только выделялись разные типы связей, но обязательно ученые должны были показать, какие связи считаются слабыми, слабыми, какие средними и какие сильными. Вот Шапир точно так же поступает со своими 23 типами связей. Спасибо большое. Спасибо большое. У кого есть вопросы? Вопрос. Я думаю, что я могу послушать, что это было бы в первую очередь, в том числе, в том числе, вот, кастрюлю? Я думаю, что полцовку, примерно, связи образуется? Ну, которая бы накрывала все, ну, возможности детализации, да? Ну, действительно, мне противоречено это, я не пробую сделать, но... Вот, но не будет ни 50. Нет, вот будет, может быть, если мы возьмем то, что уже сделано, то порядка 25, может быть, максимум 30, но потом я не думаю, что это нужно делать зачем-то. То есть, вообще-то, история изучения этой темы показывает, что каждый раз для определенных целей исследования мы предпочитаем ту или другую классификацию. Зачем нам 23 или 25 связей, если нам нужно, например, грубо посмотреть, как распределяются связи внутри Онегинской страфы или любой другой страфы. В последней диссертации Анастасии Белорусовой была использована классификация Томашевского, которая всего 4 типа связей насчитывает, и ее цели оказалось этого достаточно. Она прекрасно показывала ритмику и синтаксис в строении октавы с помощью такой недробной классификации. Но кому-то нужно только для того, чтобы сравнивать совершенно по разным поводам проведенное исследование, сравнивать по некоторому, ну, как бы, понятно, что мы сольем какие-то группы соседней связи и сливаем отцу, да. Мы могли бы сравнивать совершенно ни к чему, там, от строения, там, не знаю, страфы до строения, там, не знаю, целых группов санетов, допустим, да, по некоторой одной шкале, потому что, ну, если у нас все связи будут одинаковыми, да, со слиянием от тех, которые, ну, как бы, которые не различаются у данного автора для данной удачи. Мы могли бы получить, может быть, интересные данные. Да, ну, для этих целей, да, наверное, нет смысла какую-то общую классификацию применить. Не знаю, самое удобнее. Последний разошел. У меня акламальные вопросы. Я просто попустил, вот, блин, вы универсарию что назвали? Вы после, там, про Кераса Гармайловских, да. Да, универсарии уже... Слезь между... Чем и чем? Между делением на строки и синтаксическими, значит, членениями. Вот, например, у Ирхот, короче всего, это было сформулировано в методологии. Частота паузы пропорциональна ее силе. Но это, правда, не очень может быть понятно. Ну, то есть, что имеется в виду? Что чаще всего в конце стихотворных строк оказываются все-таки слабые паузы в русском классическом, естественно, стихе. А, вот. Да. То есть, если обобщать... Да-да-да, вот, ее нельзя считать универсалью, так сказать, вот в самом широком смысле. Да. Но нельзя, пока мы не исследовали, рассмотрим, что нужна такая взаимосвязь. Ну, да-да-да, тогда все понятно. И еще один маленький вопрос. Вот вы проследили дальнейшую эволюцию этих идей. По-моему, наступил, ну, скажем так, новый этап в этом направлении с появлением удивительной статьи Гвида Карпия, которая напечатана в последней филологии. Еще не напечатана. Еще не напечатана. Еще не вышла, да, выйдет. Ну, вот выйдет. Я вам советую. По-моему, это открывает такие потрясающие перспективы. Сейчас я скажу. Значит, статья посвящена одной конкретной проблеме. Но эта проблема настолько интересная, что она дает целое направление вот в стиховическом исследовании. Значит, ритмика синтаптическая структура стиха Маяковского. И он убедительно показывает, опираясь на классификацию, на шахтеровскую классификацию, что стих Маяковского, причем, когда я начал читать, я просто услышал ритмы Маяковского, а потом увидел в таблице подтверждение. Так что это необычайно убедительно, вот то, что он показывает. Значит, клише ритмико-синтаптические, которые структурируют стих Маяковского, начиная... Ну, вот он считает с военной лирики, но я это нашел уже в трагедии Маяковской. То есть где-то вдруг Маяковского осенила, и начинается узнаваемая ритмическая стилистика. Он там берет не связи по отдельности, а комбинацию связей. Ну, вот один пример я вспомню, и будет понятно все. Остальное вы в стадии прочитаете. Или у броменосцев на рейде вступлены острые пили. Значит, тут вынимается середина... Вот это может быть строка, но он лесенку берет или столбец. И начало стиха, да, и конец. А между ними как бы апарт, вот замечание в сторону, как вот в трагедии Маяковского. То есть или вступлены острые пили. А о чем идет речь? В середине. И это отчетливо маркируется при статистике по шкале Шапира. То есть выделяются уже клише следующего уровня, ритмико-синтаптические, где комбинируются разные связи. То есть, по-моему, это как раз продолжение того, что вы прослеживаете. Но это прямо скачок вот уже на следующий уровень. Да, спасибо. Есть еще вопросы? Если можно, коротенький вопрос. Скажите, пожалуйста, мне помнится, что, по-моему, это второй был Савянский стих, такой вот белый в твердом переплете сборной. Там была статья Талевской, такая коленическая по отношению к системе Белого Едемича Гаспарова. Где она притекует некоторую недостаточность его описания и предлагает свою систему. Вы эту классификацию не упомянули в связи с тем, что вы считаете ее как бы нецелесообразной? Нет, нет, да, я не считаю ее нецелесообразной. Да, там есть некоторые уточнения. То есть, конечно, для истории вопроса ее необходимо учитывать. Но у меня здесь просто... Я много чего не упомянула, ну, потому что времени не было, и вот так был построен доклад. Это число основных тех, это было бы действительно... Нет, нет, ну почему? Это, в общем, такое уточнение, да, о котором нужно думать. Я, например, вот сейчас... Я помню, что она действительно полемизировала, но вот сейчас точно что она, да, то есть она какие-то связи оспаривала. Она прочитала ответу как нуль, и было бы мне хорошо здесь ставить нуль, лишь это было не нуль ответа. Вот, поэтому я сейчас вот не готова как-то оспаривать или наоборот ее защищать. Ну и, естественно, это логучие, и дали полного прекрасного проекта работы. Спасибо.